Вы когда-нибудь задавались вопросом, каким был самый первый гитарный эффект? Если да, то вы знаете ответ. Если нет, я вам скажу. Это тремоло. Да-да, не овердрайв, не фуз, не реверб. Именно тремоло. В этом видео я расскажу вам о принципе действия этого эффекта, о его истории, а также сделаю обзор двух отличных педалей тремоло. Я Василий, это канал VS Projects. Давайте начинать. Прежде всего давайте разберемся вообще, как работает тремоло и в чем заключается как бы физическая сущность этого эффекта. Вот звуковой сигнал, который может производить как голос, так и гитара. На этот сигнал мы накладываем синусоиду. Вот возьмем вот такую синусоиду. И в конечном итоге на выходе мы получим сигнал, обработанный по этой синусоиде, то есть со своими пиками и затуханиями. И в конечном итоге он будет выглядеть вот так. По своей сути тремоло это управление громкостью входного сигнала. Другими словами, правильно этот эффект называется амплитудная модуляция. То есть мы берем какой-то амплитудный сигнал, в данном случае допустим синусоиду, и при помощи него обрабатываем звуковой сигнал и на выходе получаем вот такой вот обработанный звуковой сигнал. То есть по сути здесь вначале у нас как бы маленькая громкость, потом она высокая, маленькая, высокая, маленькая, высокая и так далее. То есть тремоло не что иное, как управление громкостью сигнала определенного вида. В принципе тремоло можно как бы моделировать и вручную. Берете гитару, играете и громкость вращаете. Больше-меньше, больше-меньше, больше-меньше. И собственно говоря вот это и есть тремоло. Форма вот этой модулирующей волны, она может быть разной. Вот давайте посмотрим, какие типы амплитудной модуляции бывают. Ну, самые распространенные. Естественно, синусоида, это вот самый распространенный вид. Дальше, допустим, вот может быть треугольная, с такими более острыми пиками. Прямоугольная модуляция. Представьте себе, что громкость при вот этом уровне, она высокая. Потом резко снижается, резко повышается, резко снижается. И пилообразная, как бы зубья пилы вот здесь. Громкость медленно повышается и падает. Медленно повышается и падает. Это пилообразная, может быть также и перевернутая. И в этом случае тогда громкость будет резко повышаться и плавно снижаться. Давайте теперь немножко про историю этого эффекта поговорим. В 41 году был выпущен Darmond Tremolo Control. Это вот самый первый блок эффектов для гитаристов. Он подключался, соответственно, между гитарой и усилителем, как и все современные педали или эффекты. А сигнал усиливался и ослаблялся за счет прохождения через слой электролита. Внутри металлической коробки находился небольшой стеклянный сосуд с жидким электролитом на водной основе. Раскручивался он специальным электромотором. По-видимому, вот электромотор. Скорость вращения этого сосуда с электролитом, а значит и толщина электролита на стенках и днище, определяла время задержки сигнала. Конструкция, в общем, еще та. Она была, ну, как бы, очень нестабильная. И этот электролит испарялся. И вообще, как бы, стабильного четкого эффекта тремола от него было добиться очень тяжело. Прежде чем стать гитарным эффектом, этот механизм встраивали в отдельные модели электропианино. Но в 46-м году это устройство стали выпускать серийно. И именно как гитарный эффект с названием модель 60 или Tremtrol 800. Вот, собственно, так выглядел самая первая, ну, не педаль, конечно, но самый первый эффект тремола, который вот отдельно выпускался для гитаристов. Второй, ну, как бы, исторический второй блок эффектов тремола предложил Эндрю Аппель в 46-м году. Свою конструкцию он расположил в металлической коробке, в которой по кругу в порядке возрастания сопротивления размещались резисторы. Мотор вращел контакт, который последовательно касался каждого резистора. В результате проходило быстрое повышение или понижение громкости звучания гитары. Сам Аппель описал свое устройство как создающее тремоло или вибратоэффекты в сочетании с электрическим типом струнного музыкального инструмента. И вот он, да, подал это как на патент. Патент был одобрен в 49-м году, хотя, как бы, заявка была подана в 46-м еще. Ну, и вот он, я полагаю, тот самый барабан с резисторами, электромотор, который вращает этот барабан. Собственно, это был только патент, и в серийное производство это устройство так никогда и не поступило. Но, вот, как бы, в истории запись сохранилась. Натан Даниэль, основатель компании DanElectro, первым подал заявку на патент лампового тремоло в конце 47-го года. Однако, первый усилитель с тремоло был выпущен его компанией только в начале 50-х. DanElectro Special Model. Вот здесь вот видите регулировки тремоло. Но это, как вы понимаете, не был первый усилитель с тремоло. Потому как еще в 47-м году компания Multivox выпустила модель, которая называлась Premier 66. И этот усилитель уже имел тремоло на своем борту. Следом за ними компания Gibson в 48-м году выпускает модель GA50T. И здесь тоже есть блок тремоло. Интересно, что самый ранний усилитель Fenders Tremolo, Tremolux 5E9, появился только в 55-м году. Довольно поздно по сравнению с конкурентами, как вы видели. Фактически, Tremolux 5E9 это Fender Deluxe 5E3, но с добавленным контуром тремоло. Он даже использовал тот же самый корпус. Вот этот, Narrow Panel так называемый. Tremolux 5E9, вот эта модель, уникальна тем, что сигнал амплитудной модуляции подается на катод фазоинвертора. Что, ну, достаточно необычно. Но уже в следующей модификации, 5G9 57-го года, Tremolo было реализовано по более распространенной схеме с подачей сигнала модуляции в точку смещения ламп мощности. Сейчас мы с вами посмотрим на схематическое решение такого тремола. Вот пример такого тремола в схеме AA1164 Princeton Reverb. Обратите внимание, вот сам блок тремола, собственно говоря, генератор сигнала. И здесь вот есть скорость, интенсивность управляется уже вот на этом этапе. И сигнал подается на точку смещения для ламп выходного каскада. Такого типа тремола использовалось во многих усилителях тех времен. Следующий тип тремола Fender отличается совершенно другой к системой. Эта система использовала неоновый свет для открытия и закрытия фотоэлемента. Вот здесь вот лампочка и фотоэлемент. Более яркий свет, естественно, давал более глубокий эффект тремола. При увеличении скорости мерцания света скорость эффекта также увеличивалась. Данная технология в плане звука обеспечивала большую глубину и отрывистость по сравнению с ламповыми тремола предыдущего поколения. Эта схема, в частности, была реализована в Fender Blackface Deluxe Reverb в одном из самых знаменитых и востребованных усилителей Fender. Вообще 60-е годы принесли совершенно новую волну тремола усилителей и педали эффектов. Это связано с тем, что к концу 60-х музыкальной индустрии активно внедрялись модные тогда операционные усилители, что позволило сделать схему электронных тремола более компактной и разместить ее в отдельном корпусе гитарной педали. Важной особенностью новых тогда тремолоэффектов было то, что они позволяли менять форму волны модуляции сигнала. Как мы вначале видели, вот синусоида, пила, треугольник или прямоугольный сигнал. И вот посмотрите, это классические педали тремола. Первая это педаль фирмы Dunlop TS1. Это вот стерео тремоло. И вот стандартные регулировки. Интенсивность, скорость и изменение формы. Другая педаль это Pulsar от фирмы Electroharmonics. Здесь, смотрите, тоже разная форма волны. Ну и, конечно же, скорость и глубина. Ну и самая классическая, или самая известная, наверное, классическая педаль тремоло от BOSS TR2. Собственно говоря, тоже вот скорость, глубина и изменение волны. То есть вот эта ручка меняет форму волны от треугольной до прямоугольной. Сегодня у нас на обзоре будут две педали тремоло производства фирмы Muir. Вообще педалей тремоло у Muir целых три. Треликоптер, Трианголо и Варимоло. Но вот этой педали, к сожалению, у меня нет. Поэтому ограничимся только этими двумя. Ну, достаточно разговоров. Давайте перейдем непосредственно к обзору и послушаем тремоло, как оно звучит. Итак, сегодня у нас на обзоре две педали тремоло фирмы Muir. Первая это Треликоптер Optical Tremolo Pedal. То есть оптическая педаль тремоло. Полностью аналоговая, насколько мне понятно. Другая Трианголо Digital Tremolo Pedal. То бишь педаль цифровая. Педали его упакованы в две такие вот одинаковые черные коробочки. Без особых изысков. Кстати сказать, все педали фирмы Muir, которые у меня когда-либо были, они все приходят вот в таких вот черных маленьких коробочках. Ну, давайте распакуем. Начнем с Треликоптер. Как видите, минималистическая комплектация, прокладочка, наклейка Muir Micro Pedal. Инструкция на китайском и на английском языках. Давайте быстренько пройдемся по самой педали. Педалька в таком металлическом, хорошем, надежном корпусе. Ну, естественно, труба и пас переключатель. Это педаль труба и пас, как и, в общем-то, и Трианголо. Вход, выход, питание 9 вольт. Конечно, надо понимать, что никакой батарейки сюда не вставишь. Педали могут питаться только от блока питания 9-ти вольтового. Следующий индикатор. Кстати, этот индикатор показывает только включение и выключение педалей. Больше ничего. Не показывает ни скорость, ни что. Просто индикатор включения. Ну и органы управления, собственно говоря, как у любой педали тремола, есть speed, скорость и глубина, depth. Третий регулятор называется bias. И это регулятор изменения формы волны амплитудной модуляции. По аналогии с BOSS TR2, вот с самой такой вот известной зеленой педалью BOSS, могу предположить, что здесь в левом минимальном положении это треугольная волна, то есть близкая к синусоиде. А в максимальном правом это волна прямоугольная. Ну дальше мы посмотрим, покрутим, послушаем. А сейчас давайте распакуем вторую педальку. Как видите, комплектация абсолютно такая же. Прокладочка, наклеечка, инструкция на китайском и на английском. Ну и сама педаль. Собственно, те же 9 вольт, металлический корпус, вход-выход. Здесь, кстати, нефиксируемый, ну собственно, педаль цифровая, естественно. Нефиксируемый вот включатель. Индикатор здесь, кроме того, что показывает, что педаль включена, он также показывает скорость амплитудной модуляции. И его можно использовать как тап-темпо. Это вот основное, я считаю, преимущество этой педали. То бишь, когда вы знаете, с какой скоростью вам нужно модулировать сигнал, вы нажимаете, и, соответственно, у вас скорость модуляции вот таким вот образом уже задана. Если вы потом используете регулировку скорости, то то, что вы задали, сбрасывается, и педаль ориентируется на регулятор скорости. Ну, конечно, здесь есть и скорость, и глубина. Вот эти два регулятора. Форма волны здесь, она управляется при помощи вот этого трехпозиционного переключателя. Верхняя позиция – это треугольная форма. Средняя – прямоугольная. И третья позиция – это пилообразная. То есть, когда уровень сигнала у вас повышается резко, а потом идет на спад медленно. Резко – медленно. И третий регулятор здесь – это такой переключатель, на самом деле, на пять положений. И это так называемый делитель. Как видите, здесь вот нотки нарисованы. Здесь две нотки, здесь три нотки. Здесь вот две разные нотки. И здесь три разные нотки. Я бы мог попытаться объяснить это вот на словах, что он делает. Но лучше, конечно, будет послушать. Потому что тогда будет сразу все понятно. Поэтому мы это оставим до демонстрации. И дальше посмотрим, как это работает. Ну, теперь можно подключать. Я думаю, мы подключим сразу обе педали, чтобы их как бы параллельно смотреть, переключаться между ними. И так, мне кажется, будет интереснее и удобнее. Ну вот. И первое, что мы проверим, как видите, здесь не подключен провод питания. Мы, собственно говоря, проверим трубой пас. Я использую свой Princeton Reverb для этой демонстрации. Еще и потому, что в Princeton Reverb, как мы знаем, есть тремоло. И мы можем заодно и послушать, как звучит Tube Bias Tremolo. Я сейчас на пятерочку поставлю и скорость, и интенсивность. И давайте послушаем. Скорость как-то многовато. Можно подубрать, чтобы такой был вау-вау. Ну вот типичное такое ламповое тремоло. Ну, трубой пас точно есть. Теперь давайте подключим питание и попробуем смоделировать то же звучание, что и на Princeton. Начнем вот с оптической педальки. Полагаю, что где-то скорость... У меня тут скорость 3, интенсивность 5. Ну, попробуем так и сделать. Bias нам нужно поставить вот в самое левое положение. Там оно треугольное, я полагаю, по аналогии с TR2. Но при такой вот плавной, маленькой скорости, скорее всего, она будет самая близкая к синусоиде. Здесь я убираю. Попробуем, что получилось. Попробуем, что получилось. Ну, где-то в этом районе хорошо. Попробуем то же самое сделать вот здесь. Скорость, значит, чуть меньше вот сюда. Вот так. И выберем тоже треугольную модуляцию. Вот, смотрите, диод показывает, какая сейчас скорость. Давайте теперь посмотрим, что же все-таки могут эти педали. Как бы мы уже поняли, что вот этот звук, который Принстон выдает, здесь, в принципе, можно повторить достаточно успешно. Ну, начнем с оптической педальки с треликоптера. И посмотрим, собственно, как она звучит, когда все на 12, на серединке. Вообще тремоло слышно нормально, только когда у вас как бы длинные протяжные аккорды. То есть, вы играете аккорд и можете послушать что-то, да? Если вы что-то быстро играете, то тремоло, ну, очень сложно уловить, только если оно прямо вот очень скоростное. Ну, посмотрим на максимальной скорости, что будет получаться так у нас. Толком ничего и не слышно, видимо, не успевает там. У-у-у, батюшки. Прямо такой, как вертолет. Если вот на более прямоугольную модуляцию поставить, вот будет совсем такой. Ну, собственно, экстремальные режимы тремоло, они используются в таких специфических каких-то композициях, когда нужен прям такой вот отбой и нужно, чтобы в гитарном аккомпанементе слышался вот такой вот пш-пш-пш-пш-пш ритм. Только в этом случае, как говорится, ну, есть смысл в таких вот режимах. Чаще всего тремоло, конечно, используется гораздо более спокойное. Если слишком вот выбирать глубину, то получается так, что амплитуда, вот которая колеблется по громкости, фактически занижает общую громкость и уровень самого сигнала, он как бы в целом понижается. При высокой скорости это еще более заметно, потому что сигнал не успевает как бы восстановиться. Поэтому, ну, конечно, чаще всего это вот где-то вот такой вот. Посмотрим теперь здесь. Ну, собственно, эта педаль умеет все, что и вот это. У нее даже есть отдельный выбор формы модуляции. И очень удобно, что есть вот тап-темпо, да, вот этот вот. Если начинать регулировать скорость, то, соответственно, тап-темпо сбивается. И он следует за регулятором скорости. Треугольная модуляция, она достаточно близка к синусоидальной. И в определенных случаях ее, собственно, на слух, наверное, не отличишь. Если вот действительно выбирать, допустим, небольшую глубину. Ну, тут толком и не слышно получается. Вот начинается чуть-чуть-чуть. Но при высокой глубине, ну, собственно, тут уже слышно вот этот явный бит. Прямоугольная волна, она, соответственно, резко повышает и резко понижает звук. Поэтому тут нужно быть, как бы, ну, осторожным, чтобы понимать, как она работает, вся эта тема. Если глубину сделать, вот, большой. Скорость маленькой. Слышите? Звук продолжается, пропадает, продолжается, пропадает, почти. В определенных случаях вот эту прямоугольную модуляцию можно настроить, как kill switch. То есть, вместо того, чтобы нажимать все время так, она может выполнять, как бы, автоматический kill switch. Ну, почти. Как бы, почти отключая звук. Для этого глубину нужно выставить на самый максимум, прямоугольная модуляция, выбрать скорость, какая нужна, и послушайте, что получится. Звук просто офигенский. Вот этот вот ритм. Послушайте обязательно радио-хэт. Planet Telex. Планета Telex. Видимо, так переводится. И там в самом начале гитарист играет вот как раз с таким вот эффектом. И это прямо, ну, очень круто, когда вот на весь зал вот этот... Вот такой вот. Вообще офигенно. Так, ну и вот пилообразный. Это вообще такой вот эффект, когда резко повышается громкость, и потом идет на спад. Это при максимальной глубине. Слышите вот эти пики? Тоже очень такой своеобразный эффект. Эффект зубопилы. Вот как мы смотрели с вами на презентации, там был такой... Громкость повышается резко и идет на спад. Потом снова резко повышается, снова идет на спад. Здесь вот именно такая реализована. Ну и что же делает вот этот вот делитель, да? Чтобы было более наглядно, перейдем вот на прямоугольные импульсы. Средняя скорость, средняя глубина. И послушаем, что происходит. Давайте глубину немножко побольше сделаем, чтобы отчетливее было слышно. Слышите, да? Теперь смотрите. Переводим вот на эти вот, на троечки, то есть как триоли. И что получится? Я сейчас сделаю вот так. Сразу же тыри-тыри-тыри-тыри. Двоечки слышат? Сразу троечки другой ритм задают. Следующее, что у нас здесь, это четвертушка и восьмушка. Пам-да-рам-да-рам-да-рам. Слышите, да? Там-да-рам-да-рам-да-рам. Ну и последнее, это вот четвертушка и две восьмушки. Еще такой интересный эффект тоже. Ну и последний вот здесь вот режим, тот был не последний, да, вот этот последний. На мой взгляд, ну совершенно не нужный никому, но он тем не менее есть. И он называется рендом, то есть он выбирает в случайном порядке одно из вот этих, насколько я могу понять. То есть эффект абсолютно неуправляемый. Непонятно совершенно, что от него ожидать, и для кого, и для чего он нужен. Ну, мне кажется, могли бы лучше что-нибудь еще придумать, вместо того, чтобы вот этот вот режим устанавливать. Совершенно бесполезный, на мой взгляд. Ну и, в общем, что можно сказать? Очень круто в этой педали, конечно, что есть тап-темпо. Сразу можно задать, какая нужна скорость. И не крутить. То есть, если известно, в каком ритме идет уже, допустим, песня, можно сразу подогнать этот ритм. И не крутить вот этот спид. Здесь вот такого, конечно, нет. Здесь просто вот светодиод, который показывает, выключен, включен. И, соответственно, ничего с ним здесь не сделаешь. А вот тап-темпо здесь, конечно, это очень круто. Поэтому это вот, у этой педали прям огромное преимущество. И, наверное, на мой вкус, это вот единственное здесь преимущество, которое вот действительно может склонить к выбору именно вот этой педали. Это вот тап-темпо и есть. Все остальное по звуку, они как бы очень схожи. Чисто так вот, следуя стереотипам, мне больше нравится как бы аналоговая педаль. Но мы сейчас в современном мире, и если нужно как бы больше возможностей, больше функционала, то, соответственно, лучше выбирать цифровую педаль. Ну и с точки зрения вот самих педалей, как бы обзор завершен. Единственное, что я хотел вам как бы показать, как звучит педаль тремоло после перегруза. Это прям вот четкий классный звук такой вот. Давайте послушаем. И на этом, собственно говоря, уже завершим. Вот я подключил свой OCD. У него такой мощный-мощный перегруз. И вот через 3-леликоптер послушайте, как получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поэтому с перегрузом тремоло звучит прям очень круто. И когда вам нужно добавить какого-то вот драматизма в долгие аккорды, имеет смысл тремоло использовать, потому что оно придает еще такой более эффект пульсации. И в музыке это прямо круто слушать, потому что это как бы еще большее нагнетание происходит такое вот. Поэтому я не скажу, что тремоло вот как бы в современном мире это такой вот необходимый эффект, но с ним вот четко можно что-то такое найти для себя. Очень крутое, очень классное. И это может стать некой изюминкой, которая вот в вашей музыке, может быть, не хватает, и стоит ее добавить. Подумайте об этом. А так, на сегодня все. Всем спасибо.